На этой неделе интернет потрясли новости о серии подростковых самоубийств. Опасный тренд в социальных сетях запустила девушка из Зеленограда, которая свела счеты с жизнью в прямом эфире по трек белорусского исполнителя. О причинах и последствиях разбираемся с экспертами Казанского федерального университета. Не звони, уже недоступны мои номера. Эти строки уже нельзя прослушать на музыкальных сервисах. После того, как несколько человек покончили с собой под этот трек в прямом эфире, исполнитель Олег ЛСП принимает решение удалить песню со всех платформ. Опасный тренд в ТикТоке за последнюю неделю лишь набрал обороты. Некоторые пользователи записывают постановочные видео, где выпрыгивают в окно. Делают они это не ради того, чтобы свести счеты с жизнью, а ради популярности. Все подобные видео удаляются из социальной сети администрации ТикТока. Почему эта волна суицидов началась и почему у смертоносного тренда появились поклонники, которые записывают постановочные видео? Есть, с одной стороны, постановочные видео, когда это, по сути дела, артисты снимают ради лайков, ради аплодисментов и так далее. И это тоже зависимость такая своего рода. А есть люди, которые, может, даже каким-то образом хотят свою смерть, свой суицид тоже представить всему миру. И это у них тоже своего рода такой монолог и обращение ко всему человечеству, ко всем, например. Такой протест, такой бунт. Такой прощальный монолог и опубликовала девушка из Зеленограда в своем инстаграме. Действительно ли номера группы ЛСП могут нанести такой смертоносный ущерб по жизни подростка? Безусловно, музыка оказывает влияние на человека. Однако стоит ли винить творчество артиста в первую очередь при подобной ситуации? И говорить о том, что у него суицидные желания появились после того, что он просмотрел такие вещи, не приходится. Это неправильно. У него уже есть депрессия, на основе которой он, в принципе, уже хотел, желал покончить жизнь самоубийством. Это практика. Песня номера белорусской группы ЛСП была удалена из ВКонтакте, Яндекса и российского отделения Ютуба еще в 2018 году по указу Роскомнадзора. В песне эксперты увидели пропаганду суицидальных действий, а это запрещено российским законодательством. Так в чем же проблема номеров? Может ли песня вогнать депрессию? А может быть проблема в окружающем мире цифрового глянца? Каким образом эксперты выявляют так называемую пропаганду в музыкальных текстах? Ну, у нас в российской эстраде очень много групп, которые, ну, довольно-таки депрессивные, и где упоминается и смерть, и, возможно, даже самоубийство. Оценить, является ли это пропагандой самоубийства или не является, наверное, может только, ну, силологическая экспертиза какая-то. То есть они это определяют, что есть. А на законодательном уровне запретить можно все, что угодно. Проблема в том, что будет ли это реализовываться, то есть это уже другой вопрос. На данный момент песня «Номера» удалена со всех стриминговых площадок. А при попытке найти песню в ТикТоке пользователь натыкается на телефон доверия. Роберт Хасанов, Фарид Захитаглы, Универньюз.